Их сравнивают с защитниками Брестской крепости, с героями-панфиловцами. Генерал военных сил США так выразил свое пожелание. Если бы мне дали роту российских десантников, то я бы весь мир поставил на колени. А это уже слова российского генерала. Все, что есть кристально чистое, стойкое, мужественное в нашем государстве, это и есть десанники. Это лучшие люди нашей страны. Они не предадут ни отечества, ни народ, ни своего друга. Бой у высоты 776. Одно из решающих сражений Второй Чеченской войны. Войны России с международным терроризмом. 1 марта 2000 года 6-я рота 2-го батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной псковской дивизии погибло в неравном бою с отрядом чеченских боевиков и арабских наемников. В Аргунском ущелье в Чечне на высоте 776. По позициям десантников работали натасканные снайперы. Уже потом станет известно, что в Аргунское ущелье Хаттаб привел лучших наемников. Силы противника по численности значительно превосходили силы нашей стороны. Десантники 6-й роты бились до последнего. Они не дрогнули, не отступили. До конца выполнили свой воинский долг. Не сдали высоту. Из 90 десантников в ожесточенном бою погибли 84, включая 13 офицеров. Потери боевиков составили, по разным оценкам, от 400 до 500 человек. Что же произошло в этот трагический день, навсегда овеянный воинской славой России? Февраль 2000. Федеральные войска блокируют в Аргунском ущелье крупную группировку боевиков Хаттаба. По разведданным, бандитов от полутора до двух тысяч человек. Боевикам во что бы то ни стало, надо было прорваться из ущелья и скрыться в Дагестане. Это была их последняя надежда на спасение. Дорога лежит через гору Истык-Корт на высоте 776. 28 февраля 6-й роте майора Сергея Молодова был дан приказ занять высоту Истык-Корт. Поскольку Молодов недавно приступил к командованию и даже не успел ознакомиться с личным составом, командир батальона подполковник Марк Евтюхин принял личное решение участвовать в операции. В первом же сражении с бандитами отряд Молодова попал под плотный огонь снайперов. При выносе с поля боя раненого бойца ротный получил смертельное ранение. После гибели Молодова командование взял на себя комбат Марк Евтюхин. В середине дня начался ожесточенный бой. Его вели всего два взвода, так как третий взвод растянулся при подъеме на 3 километра и был обстрелян и уничтожен боевиками на склоне. К концу дня 6-я рота потеряла погибшими 31 человека. В действиях больших командиров потом будут тщательно разбираться спецслужбы и прокуратура. А 6-я рота, не получая помощи, теряя людей, билась в обороне, усеивая склон сотнями трупов противника. Но боевики бросали в бой все новые и новые силы. Находящиеся на соседних высотах подразделения не могли безучастно смотреть, как боевики уничтожают их товарищей и рвались прийти на помощь, но такого приказа не было. И все же к окруженным бойцам 6-й роты смогла прорваться группа в 15 человек во главе с майором Александром Доставаловым, который, нарушив приказ, покинул оборонительные рубежи и пришел на помощь товарищам. В ходе боя все бойцы Доставалова погибли. Он сам был неоднократно ранен, но продолжал руководить рядовыми. Очередное ранение оказалось смертельным. По свидетельству выживших, бандиты неоднократно предлагали десантникам сдаться. «Русские, уходи, мы тебя не тронем», — говорили они. «А наши ребята дрались до последнего, невзирая ни на что». К утру 1 марта большинство бойцов 6-й роты погибли, а у оставшихся в живых не было ни сил, ни боеприпасов, чтобы сдерживать боевиков. Подполковник Евтюхин, приказав двоим рядовым отступать, вызвал огонь артиллерии на себя. Его последними словами были «Прощайте, мужики». Связь с комбатом прервалась. После боя на высоте остались только посеченные стволы деревьев и воронки от взрывов. По склонам сопки артиллерия выпустила около 1200 снарядов и 120-мм смосомоходных установок «НОН». Боевики пробыли на позициях 6-й роты 3 часа, выносили убитых, но оставшиеся в живых дальше не прошли. Ценой жизни десантники 6-й роты остановили прорыв в бандформировании из Аргунского ущеря. За свой подвиг десантникам 6-й роты было присвоено звание Героя России. Из них 21 посмертно. 68 солдат и офицеров роты награждены орденами мужества. 63 из них посмертно. Старший лейтенант Алексей Воробьев. Прикрывал отход подчиненных, был ранен, но продолжал сражаться. В последней схватке убил полевого командира Идриса. Гвардии капитан Виктор Романов добровольно пошел 6-й ротой 104-го парашютно-десантного полка, как артиллерийский корректировщик. Передавал на командный пункт данные для стрельбы и вызвал огонь артиллерии. Одновременно вел огонь из автомата. Продолжал корректировать огонь даже после того, как ему мины оторвало ноги и осколками ранило в живот. Погиб от пули снайпера. Гвардии капитан Роман Соколов. В бою был тяжело ранен. Ему оторвало руку. Продолжая руководить боем, вел огонь из автомата до тех пор, пока ему мины не оторвало ноги. Десантники оттащили потерявшего сознание офицера в укрытие. Роман Соколов пришел в себя, когда боевики уже проводили зачистку высоты. Его застрелили в упор разрывной пулей в лицо. Гвардии старший лейтенант Александр Колтагин показал личный пример мужества и героизма, ведя огонь и стрелкового оружия. Четко руководил подчиненными. На рассвете 1 марта, заметив, что боевики сосредотачиваются с северного направления, принял решение воспретить их проход. Под огнем боевиков установил две мины. Когда бандиты ринулись в атаку, смертельно раненный в грудь Александр привел мины в действие. От мощных взрывов погибли 11 бандитов и более десятка были ранены. Лейтенант Дмитрий Кожемякин со своим взводом помешал врагу обойти высоту и взять десантников в кольцо. Он три часа отбивал атаки. Когда закончились боеприпасы, пустил в ход штык-нож. Позже рядом с его телом обнаружили несколько убитых в рукопашной бандитов. Старший лейтенант Андрей Шерстянников в ходе боя действовал смело и решительно, проявляя мужество и героизм. Получив тяжелое ранение, он продолжал вести прицельный огонь из автомата. Когда противники начали приближаться к лейтенанту, он успел бросить в них гранату, тем самым убив несколько боевиков. При выполнении боевой задачи старший лейтенант Андрей Шерстянников погиб. Лейтенант Александр Рязанцев оказывал помощь в корректировке огня командиру батарею капитану Романом, одновременно прикрывая его и ведя огонь из стрелкового оружия. Утром 1 марта находился в рядах обороняющихся и вел прицельный огонь из автомата, пока его не сразила вражеская пуля. Лично уничтожил 15 боевиков. Лейтенант Олег Ермаков. Раненый в живот, занял выгодную позицию, вел огонь из автомата, прикрывая товарищей. Погиб, но уничтожил шестерых боевиков. Имя каждого героя боя за высоту 776 навсегда вписано в историю России. Сейчас их именами называют улицы, высаживают в их часть аллеи, открывают памятные доски, создают музеи и монументы. В Грозном, столице Чеченской Республики, есть улица, названная в честь псковских десантников. Снято множество художественных и документальных фильмов. Поставлен музыкальный спектакль, слагаются стихи и песни. В 2020 году открыта диорама «Высота 776» в Рязанском музее истории ВДВ. Подвиг 6-й роты явил всему миру непоколебимую стойкость духа и чести русского солдата. Высота 776 – это высота мужества, доблести и скорби России и воздушно-десантных войск. Рота уходит на небо, строен один за другим. Бог здесь давно уже не был. Он ведь на всех нас один.